С наступлением тепла людей очень волнует тема клещей. Ведь клещи представляют проблему не только для тех, кто гуляет по лесным тропам, которые отдыхают где-то в лесных массивах или прогуливаются по влажным участкам. Но жертвами клещей могут стать и посетители городских парков, и пригородные тропинки, где есть растительность. Клещи, к счастью, не все. Они способны заразить человека тяжелыми заболеваниями. Клещи относятся к группе паукообразных, и встретить их можно где угодно, где есть растения, в любом лесочке, парке и даже, говорят, в пустыне. А они могут быть переносчиками возбудителей многих заболеваний, опасных для человека и наших животных. Самки клещей, они обычно светло-коричневого цвета и размером, ну, где-то от двух миллиметров до четырех примерно. А когда она начинает сосать кровь, а именно этим она питается, и для этого она за нами охотится, то самка может набухнуть буквально до полутора сантиметров, до 140-150 миллиметров. Ну и по мере набухания цвет меняется ее на красновато-коричневый. А самцы клещи, они помельче, и их размеры от полутора до двух с половиной примерно миллиметров. Клещ это, в принципе, паразит, и ему надо к кому-то присосаться, и он за свою жизнь может поменять несколько хозяев. Развитие его происходит примерно в течение трех лет. Личинки клеща, они могут жить на грызунах, каких-то млекопитающих, на птицах и даже на рептилиях. Ну а затем повзрослевшие насекомые паразитируют уже на млекопитающих покрупнее, к которым, кстати, относятся и люди. Скопления клещей могут быть в тех местах, где больше всего влаги – в лиственных, смешанных лесах. И селиться, особенно в последнее время, клещи желают поближе к людям. Поэтому, может быть, мы все чаще сталкиваемся с укусами клещей во время прогулок. Клещ способен учуять человека, оказывается, на расстоянии до 10 метров, и он даже как бы заранее готовится к прыжку. Клещи передвигаются вверх по веткам кустарников, травинкам, но выше полуметра они вроде как не поднимаются. А если погода жаркая, то активность клещей несколько снижается, и они спускаются поближе к земле в поисках влаги. Но вот это снижение их активности все-таки не делает их безвредными. И защищаться от клещей нужно все-таки весь сезон, буквально с потепления, с ранней весны и до поздней осени. На своем дачном участке можно даже проверить, опытным путем, есть ли у вас клещи. Для этого, к примеру, нужно взять одну из наших футболок, желательно белого цвета, трикотажную. И футболку нужно брать не чистую, не после стирки, а именно с запахом пота человека, чтобы привлечь этим клещей. Эту футболочку нужно как бы одеть, натянуть на палочки и медленно пройтись с нею по кустам, ну и каким-то травянистым зарослям на участке, разным тенистым уголочкам. Футболку при этом возле кустов нужно двигать медленно, и не высоко, не больше метра. И после такой манипуляции эксперимента нужно посмотреть на свою эту экспериментальную футболку. Если вы там обнаружили хоть одного клеща, значит, они есть на участке, и надо принимать меры. Можно, конечно, даже вызвать службу дезинфекции. А можно и самим сделать раствор муравьиной кислоты и побрызгать кустарники высотой до метра. А также желательно следить на своем участке за высотой травы. Ну а для посиделок лучше выбирать хорошо освещенные солнцем места, ведь клещи они не любят солнечный свет и жару. И одеваться, кстати, на природные прогулки лучше в одежду светлого цвета. Таким образом легче заметить клеща. Да и в настоящее время есть спреи, соответствующие от клещей. Ну а питомцев своих можно защитить капельками, ошейниками, осматривать их следует после прогулок. Ну и к тому же клещей, присосавшихся уже, ни в коем случае нельзя раздавливать, прижигать чем-то. От этого они могут выделить еще большую свою слюну. И в организм может попасть инфекция. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok